Одесская актриса Надежда Марченко, творческий псевдоним Ида Шмулич, представила на суд одесских зрителей свой спектакль-монолог «Бешеная балерина», поставленный по мотивам кинопроизведения под названием «Кошечка». Образ эксцентричный, колоритный и необычный, впрочем, как всегда, когда речь идет о ролях Надежды Марченко. Кроме того, на сцене театра Бафо состоялась премьера моноспектакля «Исповедь проститутки». Перед утренним прогоном одна в зале, после вечернего спектакля одна в зале, голодные обмороки, никогда не плакала, оттачивать, отрабатывать, доводить до совершенства. Образ бешеной балерины, примеренной на себя Надежды Марченко, она же Ида Шмулич, оказался ей в пору, словно изначально кроился под эту актрису и на эту актрису, ибо он колоритен, эксцентричен, вызывающий, в общем, все, как любит сама Надежда и какой привык видеть ее зритель. В этой стране, вообще в мире, на бунт способны только сумасшедшие, те, которые могут выйти и сказать все, что они думают и как они чувствуют. И никогда нельзя ставить штамп на человеке, никто не знает, что побудило его прийти к тому результату, который есть. Всегда история остается за кадром. Кроме бешеной балерины, зрители увидели премьеру моноспектакля «Исповедь проститутки». Как говорит режиссер театра Наталья Прокопенко, эта итальянская пьеса была выбрана сразу по нескольким причинам. Нужно было удивить зрителя, чем-то к чему публика, даже избалованная, еще не успела привыкнуть, а в результате пьеса преподнесла неожиданности и самим артистам. Неожиданное решение. Мы готовились к фестивалю, нам нужно было название, но когда понравилось название. Дело в том, что когда начали эту пьесу работать над ней, оказалось, что пьеса поднимает очень важный социальный вопрос. Все отличие этого театра от многих других, в том числе одесских театральных сцен, в его особенной камерности. Может потому, находясь на расстоянии вытянутой руки от зрителя, Надежде Марченко удается буквально прикоснуться к душе каждого из сидящих в зале. Это великолепный камерный маленький театр. У него уникальная атмосфера в Одессе, этого театра. Здесь практически зритель находится на сцене. Я играю на сцене одна, и только зритель и я. Нужно отметить, что у публика по-настоящему откликается на брошенный ей актрисой вызов. К слову, многим нравится настолько, что они становятся постоянными зрителями и верными поклонниками и театра, и Надежды Марченко. Рекомендую. На самом деле, видеть живьем в маленькой аудитории, настолько передача эмоций, энергетики происходит. Это не просто смотреть фильм или еще что-то. На самом деле, это очень важно, потому что человек, который играет свою роль, обменивается с нами эмоциями и энергией. Я думаю, что зрительницы, которые были особенно, ну и зрители, наверное, тоже, каждый что-то увидел из своей жизни, какой-то кусок из своей жизни. Я вроде не балерина, не женщина, а я кое-что увидел из своей жизни. Кое-что я понял по-другому. А может, так получается, потому что актриса Надежда Марченко не боится примерять образы не таких, как все героев. Не боится быть смешной и нелепой. Не боится быть вульгарной и рисовать образы густыми мазками. Не боится оказаться непонятой. Ее зритель ее понимает и принимает. А значит, впереди новые спектакли, новые премьеры, не такой, как все. Надежда Марченко. Продолжение следует...